Все поменялось разом на земле. Теперь стать Божьим и язычник может. Свой дом духовный строят на Христе. Об этом дне мы в Писании знаем, которое Господь своим открыл. Мы Дух Святой сегодня прославляем, что в Церковь нас навек соединит. А сейчас молодежь наша покажет вам фантомизм. Субтитры подогнал «Симон» 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 Я хотел бы начать с того, чем отличался Дух Святой, он был всегда неправы, он вечен, он личность, он поставь Бога. Но чем отличалось его проявление и действие Верхозаветного от нынешнего, от Ного Заветного? Я хотел бы, чтобы вы это единственное назидание, которое прозвучило сегодня, усвоили. В Верхозаветное время Дух сходил только на определенных людей, в определенное время и для выполнения определенных задач. Он не был на всех. Дух Святой посылал, когда нужно было, Он посылал. Дух Святой сошел на Давида, Дух Святой на Самсона, Дух сошел на Пророка и тому подобное. Сейчас же, после Дня Пятидесятницы, Бог изливает Духа Святого на всякую плоть, в любое время, на всяком месте, и независимо от возраста, от положения, от социального статуса и тому подобное. Вы понимаете, да? Если тогда на определенных людей, на определенных задач, то теперь всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Так написано? Дух Святой рядом. Он слышит дыхание твоего сердца, биение твоего сердца, твой отклик, твоего желания. Он тут же подхватывает и ходатайствует перед Отцом Небесным. И вот почему сейчас легко прийти к Богу, и почему Иисус сказал, что вот сейчас время, Павел просил, время благоприятного, вот теперь день спасения, вот сейчас, именно сейчас. И мне немножко удивительно, что некоторые христианские конфессии, динаминации, вот мало освещают или вовсю не отмечают это событие. Я не имею в виду нехристий, то есть там свидетелей, там живут башни и тому подобное. Нет, именно христианские. Есть, которые, ну да, ну праздник, ну да, но как-то не посвящают этому особого внимания, не уделяют. Сегодня, тем не менее, все истинные христиане отмечают праздник Святой Троицы. Это праздник посвящен, еще раз напомню вам, сошествию Духа Святого на нашу землю. И он учит пониманию, кто такой Святой Дух. Учит пониманию его ценности и роли в нашей жизни. Ну, начнем с того, что Дух Святой – это Личность. Понятно? Личность. Это Вы Личность? И Дух Святой Личность. Ведь многие воспринимают его, как струйка дыма из лампы Аладдина. Или там, ведь Дух Спиритов, да? То есть, привидение. Ну, что-то такое эфемерное, не сказочное, что же такое. Ну, это третья гипостазь живого, всемогущего, бездесущего, всесильного Бога. Бог Отец, Вы знаете, да? Бог Сын, Бог Дух Святой. Они абсолютно равны между собой в силе, в премудрости, власти. И это невозможно понять умом нашему человеческому. Как это? Три, есть один. Один, один, один плюс один плюс один, и равняется один. Как это? Не понятно. Это можно только принять верою, доверяя словам, записанным в Библии. А Библия учится, что Дух Святой участвовал вместе с Духом Отцом в сотворении мира. Аминь, да? В начале сотворил Бог небо и землю. У меня же была безвидная пустая, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над тобой. Вот это начало вашей веры. Если вы принимаете эту веру и говорите, аминь, это истинно так, а не верите в большой взрыв, или что миллиарды лет до нашей эры, или еще что-то. Вот если вы это понимаете, что Бог сказал и явилось, сказал и сделалось, Словом создал за шесть дней мир, то это вы направлены на основание вашей веры истины. Затем, вот это Дух Святой участвовал в сотворении мироздания. Затем во времена уже Ветхого Завета Дух Святой предавал людям Божью волю через своих порогов. Далее служение Духа проявлялось через жизнь нашего Господа Иисуса Христа, который, как вы знаете, был зачат, это в нашем символе веры, зачат Святым Духом. И был исполнен Духа Святого написано от чрева Матери. Дух также сошел на Нем, как вы помните, в виде голубя, при крещении на Иордане. Потом Иисус был поведен Духом Святым в пустыню для искушения испытания от дьявола. После этого Он возвратился из пустыни в силе Духа Святого. То есть был испытан, искушен, закален, утвержден и приступил к своему служению. Духом Иисус был воскрешен, вознесен на небеса, и где Он воссел, а где служит Бога, где Он пребывает сейчас. И вот в этот день, в праздник Пятидесятницы, Дух Святой 2000 лет назад сошел на эту землю. И по сей день Он пребывает здесь, с нами, открывая нам тайны Божьи, наставляя нас, являя для нас Божьим голосом, руками, если хотите, глазами, ушами. Бог в нас, вы храм живущего в вас Святого Духа. Ну, хочу сказать, какова основная роль Святого Духа в божественном промысле от начала его предвидения было заложено, что в свое время, когда наступит полнота времени, благодаря тому, что Бог, вы знаете, достиг, во Христе решит примирить с собой мир, да, не вменяя людям преступления их. Бог во Христе примирит с собой мир. И появится вот эта реальная необходимость послать на землю Святого Духа, который разъяснит это, донесет эту истину каждому человеку в разум, в сердце. И будет утверждать ее, эту истину. Именно поэтому Господь, Иисус Христос, говорил своим ученикам, они не понимали, с сожалению, в то время. Но истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, то утешите, Дух Святой не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. А что это за утешительство? Что это за дух такой? Это Дух Истины, которого мир, вот люди не могут принять, потому что не видят его и не знают его. И Иисус говорит, а вы знаете, потому что он вам откроется. И с вами будет пребывать всегда. И он говорит, что не оставлю. Вы не будете потеряны, вы не будете оставлены, вы не будете брошены на произвол судьбы, как говорится. Не оставлю вас в этом, не придут к вам. Я буду с вами. Иисус, понимаете, будучи ограниченным телом, он же был в таком угадке. И хотя исполненным был Духом Святым, и имел прославленное тело после воскресения, он мог перемещаться в пространстве, он мог проходить сквозь стены, как он явился ученикам. Встал посреди них, хотя они находились в этой келье, окна и двери были заперты, отопоселены, отоплудились. Но тем не менее, он прошел сквозь стены и погрелся. И хотя он был в таком теле, но он не мог одновременно быть везде и соседними. И поэтому он послал Дух Святой. Потому что Дух Святой имеет эту возможность присутствовать там, где люди ищут, где люди жаждают, где люди призывают Бога. Роль Духа Святого и его служения невозможна, просто переоценивать. Дух Святой входит в сердца людей во время покаяния. Он обличает, он наставляет, он вразумляет, он исправляет, он приносит утешение, ободрение, дает силы. Это все делает Дух. Иными словами, если мы не знаем, кто такой Дух Святой и что он делает, если мы не имеем с ним близких отношений, если мы не разговариваем с ним, не делимся, не открываем ему свое сердце, то мы не являемся возрожденными детьми. Можете себя не тешить в этом детьми. Если у вас нет отношений с Духом Святым, вы не детьми. Это подтверждает и апостол Павел в своем послании к Риме. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Не задумываясь. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А вот от тех, кто имеет вот эти отношения с этой Божественной Личностью, с Духом Святым, написано, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Мы не нуждаемся, чтобы кто-то подошел к нам и сказал, «О, брат и сестра, какая ты духовная, ты замечательная, ты там такой прекрасный». Потому что сей самый Дух говорит тебе, «Ты мое дитя, ты мое возлюбленное, драгоценное дитя. Я тебя не оставлю, никому не отдам». И вот эти вот, когда он заходит, вот этот вот дьявол, задувая твою свечку жизни, он становится перед ним. Говорит, «Уходи отсюда, гадость». Вот так вот прямо и говорю. Поэтому Бог Отец призывает нас чутко, трезвенно относиться к Духу. Вы знаете, когда совершался суд над людьми в допотопном мире, но вы помните, да, чтобы было до потопа. Им был вынесен принавод, фердикт, что-ли, от Бога, да? «И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть, что пренебрегаемому человеку, ибо они плотны». Я хочу сказать, что суть преступления, совершенного теми людьми, допотопного мира, состояла в пренебрежении Духа Божьего. И в нём завете. Эта мысль постоянно повторяется. Апостол Павел пишет, «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, Которого вы запечатлены в день искупления». И ещё, это сам Господь сказал, «Всякие орехи хула простятся человеку, но хула на Духа Святого не простится, не влеписи он не в будущем». Почему? Он здесь сейчас. Он лично здесь сейчас с вами. Вот кто из вас, приходя на праздник Троицы, вот день сошествия Святого Духа, читая, зная Писание, как это всё произошло, ожидает вот этого ветра, вот этого огня, который исходит. Вот подавите честно руку, кто пришёл сюда, ожидает этого. Все. Вот только сейчас, когда я об этом сказал. Вот почему, вы извините, это опять никак не поможет на задание идти. Почему я сказал, когда вышел, пять минут одиннадцатого, вы где угодно. Но не здесь, я не к Богу обращаюсь. Вы где угодно. А надо настроиться, надо ждать. Ведь они были единодушны вместе в молитве, они ждали. И вот языки, гу-х, вот ветер, гу-х на них. Ждали. Они ля-лякали. Бог в Духе Святом нам даёт всё необходимое для нашей победоносной жизни. У нас никогда не будет недостатка в прождественной силе, в его защите, в его благословении, потому что мы имеем залог Святого Духа. Что такое залог? Турган. Выкуп. Выкуп, залог, перекуп. Залог всегда даётся и берётся с одной целью. Для того, чтобы берущие и дающие точно знали, что сделка состоится. Аминь. Вкратце. Это даётся для уверенности в том, что ты получишь то, что ты хочешь приобрести. Так вот, нам Бог даёт залог. Что вы будете спасены. И это залог употреблён, это слово употреблён в отношении Святого Духа. Который есть залог наследования. Который есть залог спасения вашего. Который есть залог любви Божьих вам. Нам даровано больше, Богом, несомненно, больше, чем необходимо для вашей жизни. Он дарует нам всё для победы, для утешения, для мудрости, для знаний, для благочестия. Вот как написано в Дупикатах. Как от Божественной силы Его даровано нам всё употреблённое для жизни и благочестия. Аминь или не Аминь? Так написано. Мы понимаем. Здорово нам всё. От нас требуется лишь только принять. И пользоваться этим. Принять. А воспользоваться этим могут только призванные, оправданные. Дети Божьи. Те, кто запечатлён Духом Святым и имеет его в сердце своё. Помазан им Богом. Вот, кстати, в среду на Малой Группе у нас зашёл разговор о помазании. Что такое помазание? Это не что-то такое суперсвержеестественное и непонятное. Нет. Христос, слово «Христос» переводится в греческом как «помазание». Помазание. То есть тот, кому Бог помазал Духом Святым. на определенное население. Это предрёб ещё Исайя, пророк Исайя. А Иисус повторил его слова в своей родной свободе, в своём городе, после чего его, после тех слов, что ныне исполнилось обетование сие, чуть не сбросили его с гармой на ракость. Ну, а что за обетование? Вот. Дух Господень на мне. Он открыл книгу пророка Исаия, как вы помните, и начал читать. Дух Господень на мне. «Ибо Он помазал меня благовестовать нищим и послал меня исцелять сокрушённых сердцем». Кто из вас не сокрушён? «Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных за свободу. «Проповедовать лето Господнее благоприятное». Аминь. И вот Он сказал, после тех слов, «ныне исполнилось». И эти все посмотрели, «Как это так? Это кто там? Сейчас уже быстрее». Он прошёл сквозь них, сказал. Иными словами, Бог... Иными словами, Бог уполномочил своего Сына совершать вот это служение. Мы, будучи христианами, то есть последователями Христа, учениками Господа, тоже помазаны, уполномочены и наделены силой Духа Святого. И опять-таки, это не мои измышления или пожелания, что-нибудь. Об этом говорится в Писании. «Отворите нам уца Бога, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть кто? Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца нашего». Аминь. Это не я притворю. Потому то мы и называемся христианами, то есть помазанными, объятыми, если хотите, окружёнными, запечатлёнными Духом, живущими с Духом и в Духе Святого. Аминь. Аминь. Этому есть немало свидетельств, и мы сами этому свидетели. Ну, например, когда мы видим человека, он приходит в церковь. И вот он ещё, вообще недавно совсем не знал Бога. Вообще. Но приняв Христа, он начинает меняться его жизнь. Он начинает возрождаться. Он начинает молиться так, как будто он всю жизнь родит. Ну, просто речка течёт. Он начинает читать Евангелие, хотя раньше он пробовал это делать, но ничего не понимал. Болочул. А теперь оно остаётся в его сердце, в разуме. Преносит какое-то повод, изменение в его жизни. Как только приходит повозание Духа Святого моментально, человек начинает уверенно, так дерзновенно говорить о своей вере во Христа. Через его сердце, через его густа потекает какая-то поздняя мудрость. А слушающие просто удивляются, ахают его знаниям, его перемене, его образа жизни, его мысли. Как это? Да мы же его знаем, это же алкалавский. Так, ну за что он тут валялся? Это же наркожа, это оттуда. Ах! Батюшки, что-то такое. Вот так. Еще, Дух Святой, это действительно божественная сила в нас. Это не абстрактная сила. Часто люди воспринимают Библию, к сожалению, просто как инструкцию. Вот на Альфа-курсе есть один хороший пример, и они часто приводят, но тем не менее я его сейчас назову. Вот вы покупаете, допустим, новенькую машину, ну, не сам. И садитесь в нее, любуетесь новым салоном, обшивкой, открываете парадачок, а там инструкция такая, лакированная вся из себя, хрустящая. Открываете, и читаете, и зачитываетесь просто этой инструкцией, вам так нравится это все. Вы листаете, и выписываете, что-то там конспектируете, и потом идите там на зеркало, написано, что-то вам понравилось, выучите на Иисус, и пытаетесь положить эти слова на музыку, вот, ну и так далее, и так далее. Но забыл, что машина-то куплена, это уже не ездишь, правда, да? Инструкция дала, чтобы уметь управлять этой машиной, правильно, да? Тихо. Но люди считают, что если они будут исполнять все правила, записанные в Библию, то станут счастливыми, беззаботными, поступая так часто приходят, что-то одни и так, и жизнью от этого счастливее, и радостнее не становится. Потому что, как, еще раз вам хочу сказать, как машина без бензина, как фонарик без батарейки, так и жизнь человека без Духа Святого не имеет никакого результата, не имеет плода, не имеет выхода. Именно Дух Святой зажигает своим божественным огнем те прочитанные слова Библии, делая их живыми, делая их действиями, наполняет их силой, наделяет людей, и божественной властью исполнять их. Именно Дух Святой открывает нам тайны. Но я думаю, как же, что тут написано, а как, как это понимать? Мы не можем понимать библию и применять их, если не будем исполнены Духом Святым, если не будем с ним иметь общение. ибо Дух все проницает и глубины Божьей. Аминь, да? Вот, это написано. Божьего никто не знает из людей, никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа Мира всего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Аминь. Вот. И еще один момент. Еще один момент. Христос сказал «Придите ко мне, святождающийся, и я успокою вас». Это говорит о чем? Что внутренний мир и покой приносят опять же святой Дух. Еще даже в Ветхом Завете пророк Исаия говорит «Твердого Духа Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает Дух». Кроме того, Он наделяет нас силой для свидетельства о Христе. И об этом же говорил о Господе перед Вознесением или во время Вознесения даже своим человеком. Вы примите силу, да? Когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иерусалиме, в Иерусалиме, в Иерусалиме, в Иерусалиме. Аминь, да? И потом Он сказал, дал великое поручение, так идите научите всем народу. Ну, так и произошло. Так и произошло. Я не могу, чтобы не прочитать это место из книги и Деяний. Вот на праздник Пятидесятницы что произошло? Правда, многовато, но кто-то и видит, а кто-то и видит, но я прошу. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были что? Единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом дне, и исполнили все духа и начали говорить на них языка, как дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в церкви. Ибо каждый слышал и говорящий его наречия. Я тут вставлю многоточие и перепрыгну на одиннадцатый стих. Говорящих о великих жилах Божьих. Вот что произошло в этот день. Но они ждали этого, как я вам уже сказал. Вы ожидали, когда придете сюда, когда пришли сюда, что-то того произойдет. Дух Святой Он Вестесущий, Он всегда действует. И вот каждый слышал их говорящие идиное наречия. То есть апостолы говорили на понятном языке, на том наречии, которое понимали люди. И говорили, что? Евангелие благополучия, Евангелие процветания. Вы будете богатым, вы будете здоровы, вы будете счастливы, вы будете это, да, они говорили? Говорящие о великих делах. Я не буду разбирать, какие это дела, но самое главное спасение. Так? Аминь. И это было мощное, сверхъестественное начало служения Святого Духа, когда на всех языках стало проповедоваться в Евангелии Иисуса Христа. И это служение продолжается посередине. Дух Святой через проповедь, через проповедь Евангелия прославляет Господа Христа, Сына Божьего, потому что Он наш Спаситель, Он победитель, Он Царь Царей, Он Господь Господь И Он достоин всей славы и Своих вовремя. Аминь. И вот теперь еще один вопрос к вам. А как же получить Святой Дух? Ну это есть, люди учат, как это сделать. Но Дух Святой это дар Бога, правда? Аминь. Дар Бога. И Он дается Богом всем повинующимся. Тот кто готов понимаете не говорит о том я буду повиноват о голосе Духа Святого. Нет, а который действительно в сердце готов услышать и сделать так, как нет. Дух Святой, видите, свидетели все мы это апостолы говорят и Дух Святой, который Бог дал повинующимся Ему. Затем Петр, когда пришел в гости к Анилию в 10-й главе, ну к язычнику, да? Петр отвергнулся и сказал истинно познаю, что Бог не вецеприятен, но во всяком народе боящимся Его и поступающим по правде приятен Ему. То есть должен быть страх Божий, почитание, благодовеяния пред Богом и, конечно, стараться поступать по правде, а не как мне кажется правде. Ну и я хочу вам сказать, что Дух Святой нельзя приобрести на какие-то дела или добрые и милостивые даяния, а тем более за деньги. Один Симон Волх пытался там купить это да, да? Другой деньги твоих поедет. Так вот, необходимо покориться Богу, подчиниться тому, что Бог тебе повелает, а Его повеление таково. Вот в этот же день Петр когда дезинаментно проповедовал, он сказал покайтесь, когда эти говорят, а что нам делать уже брать? Они собрушили, что нам делать? Он покайтесь и до крестницы каждый раз во имя Иисуса Христа до прощения грехов и может быть получите да? Так может быть или получите так получите да? Аминь покайтесь докреститься и получите все если человек раскаивает свои греха если он понимает их в тюрьме что они заставили то, что они позорят Его и Бога если они принимают Иисуса как единственное Своего Спасителя как путь Иисуса если он подчиняет ему всю свою жизнь вступает с ним в заветные отношения то есть принимает ему завет и через святое водное крещение то он получает дар святого Духа он получает эту печаль это божественный дар его невозможно заслужить заработать Дух Святой это личность повторюсь личность которую Бог послал для нас чтобы поддерживать нас на пути следования к Небусам на пути следования за Господом на пути освящения чтобы вдохновлять нас чтобы давать нам сил выстоять во всех искушениях во всех искушениях и противостоять всем соблазнам и всем козням дьявольствам которые ходят и пытаются задуть лампадку вашей жизни понимаете вот Дух Святой это все равно что зажечь лампу прожектор или заправить топливом самолет для того чтобы лампа зажлась необходима энергия надо ее подключить к источнику и для того чтобы самолет взлетел нужно топливо свет и топливо это сила это есть та сила и энергия которые поднимают нас над переживаниями над преволнениями над невзгодами этого мира они поднимают это самолет мы видим их но они нас не касают это одно из многих проявлений из многих даяний Духа но тот кто горд тот кто самоправеден тот кто самодостаточен тот кто не нуждается но тот кто возможно и знает много библейских текстов наизусть но не имеет силы Духа Святого тот будет жить пораженческой жизнью ибо написано что буква убивает а Дух живет аминь поэтому необходимо возлюбленные дорогие чудесные мои необходимо стремиться к познанию Духа Святого иметь с Ним личное взаимоотношение я еще раз дорогие поздравляю вас с этим чудным праздником с этим замечательным праздником Троицы и призываю не просто знать о Тухгейс не просто знать о Его роли о Его силе о Его власти о Его потрясающих возможностях но быть с Ним в личном близком общении если вы будете знать Иисуса Христа и Святого Духа то изменится вся ваша жизнь она наполнится содержанием она наполнится силой все изменятся твои отношения с Богом твои молитвы ты вдруг почувствуешь что Дух Святой открывает и вкладывает Божьи слова в Твою разу в Твои уста в Твое сердце и Ты можешь уже выразить свои переживания свою боль надежду радость утешение получить и благословить я от всего сердца благословляю вас дорогие братья и сестры чтобы вы постоянно возрастали как написано Бог в благодати и познания Господа нашего Иисуса Господа Ему слава и мы и в день вечного Аминь чтобы вы помнили что нам есть к чему стремиться всегда есть стремление к познанию Святого Бога и возможно что вы уже находитесь в этой реке познания Бога но вошли в нее только чуть-чуть пощикал идите дальше не останавливайтесь идите по колено идите по пояс идите по горло идите на самую глубину погружайтесь полностью в океан Божьего познания и Божьей любви через писание через молитву через исполнение Святым Духом ведь эти отношения с Духом они окрепны они перерастут в крепкую дружбу в необходимость общаться и вы никогда уже не будете чувствовать себя потерянными оставленными брошенными одинаковыми ведь Бог с нами что не случилось мы с Господом и Господь с вами аминь да это самое главное самое лучшее что может приобрести и пережить человеку Духа со всеми вами аминь давайте прославим